Вы когда-нибудь бывали в зачарованном лесу прямиком из аниме-сказки? Встречали олени и обезьян, которые не боятся людей, а спокойно и с любопытством подходят знакомиться? Нет? Тогда добро пожаловать на Якушиму, нетронутый затерянный остров на юге Японии. Чтобы попасть на Якушиму, надо вначале доехать в маленький японский портовый городок Кагашима. Кагашима – городок на вулкане. Как, собственно, и вся Япония. Так что, если повезет, сегодня вечером будем смотреть извержение. Панорама Кагашимы на фоне дымящегося вулкана запоминается надолго. Вулкан рядом с городом проснулся еще в 1955 году. До сих пор он не спит. Столб дыма стабильно подымается над кратером. Так что вот вам потрясающая визуализация выражения «Жить как на вулкане». Итак, я на пароме, который направляется на остров Якушиму. Три часа пути, и мы там. Паром ходит всего лишь один раз в день. Есть еще скоростные и ватронные лодки, но паром дешевле и удобнее. Погнали! Якушима представляет собой небольшой клочок земли, на котором уместились самые густые и самые дикие леса Японии. Влажность и плодородные вулканические почвы создали идеальные условия для всевозможных растений. Все оттенки зеленого и гигантские кедры возрастом около 2000 лет. Это все про Якушиму. Неудивительно, что леса этого острова вдохновили Хаяо Миядзаки на создание его знаменитого анимационного фильма «Принцесса Мононоки». Ну что ж, я добралась до Якушимы. И сейчас я, наверное, в самом известном месте этого острова, в лесу тысячелетних кедров. Смотрите, какой маленький кедр. Тропинка идет прямо через ствол этого гигантского дерева. Здесь есть несколько стволов кедров великанов, внутри которых даже устроены небольшие святилища. Вот как здесь. Алтарь духа леса. Я уже упоминала, что на Якушиме животные ведут себя по-другому. И это не преувеличение. На Якушиме много оленей и японских макак, которые абсолютно не боятся людей. Позволяют себя фотографировать. Даже иногда сами подбираются поближе к туристам в надежде чем-то поживиться. В лесу можно встретить таблички с надписью «Don't feed the wildlife», что буквально означает «Не кормите живность». Вечером обезьяны становятся особенно активными и даже немного пугающими, когда с дикими криками выбегают на туристическую тропу прямо под ноги. Через всю Якушиму проложен длинный пешеходный маршрут. Он поднимается на наивысшую точку острова – гору Миянаура, через густой субтропический лес. Часть маршрута идет по старой заброшенной железной дороге, а часть – по деревянным лесенкам и настилам над ручьями и оврагами. На трейле есть вот такой тур-приют, избушка, где предполагается останавливаться туристам. У меня с собой есть палатка, но раз уж я сегодня дошла до этой избушки, можно остановиться и здесь. Внутри тур-приют выглядит аскетично, но достаточно чисто. Есть краны, зона кухни и вот такое вот спальное помещение. Говорят, что на Якушиме дождь идет 365 дней в году. Но это неправда, как минимум 362 дня в году, но дождя здесь действительно много. А там, где много дождя, там много тумана. А лес в тумане выглядит по-другому. Мистически, волшебно, немножко сказочно. И, по-моему, пришел подходящий момент, чтобы рассказать пару слов о знаменитой критче-сказке Миядзаки, вдохновленной этим лесом Якушиме. Принцесса Мононоки рассказывает историю японского Сёгуна, который ищет излечения от проклятия, наложенного на него после убийства лесного демона. Снять проклятие может помочь только всесильный дух леса. Но по дороге к нему правитель встречает девушку, которая живет с волками и общается с лесными духами. Она пытается защитить свой лес от людей, которые хотят уничтожить природу и подстроить здесь шахту для добычи железной руды. История Миядзаки наполнена отсылками к японскому фольклору. И в ней животные, растения, камни являются активными действующими лицами. Верховный дух леса предстает то образе оленя, то огромного призрака ночи. А после финальной битвы из руин и изрубленных диких зарослей появляется крошечный, симпатичный, чудом уцелевший, один из мелких лесных духов. И знаменует собой возрождение жизни и веру в бесконечную силу природы. Когда гуляешь по лесу Якушимы, есть одно странное явление. На многих деревьях видны определенные знаки, как бы вырезанные глаза или рожицы, или какие-то смайлики в омху, или просто кора деревьев как-то странно лежит. Я думаю, что это все проделки местных рейнджеров. Они специально вырезают в омху эти рожицы, чтобы туристам было интереснее, и чтобы они могли глубже погрузиться в таинственную атмосферу леса и представить себя героями сказки Миядзаки. А после целого дня похода ничего нет лучше, чем японский традиционный онсен. Внутри снимать довольно сложно, потому что это публичный онсен, и остальные посетители почему-то ругаются. Но на улице есть вот такая замечательная ванночка для ног. Все это минеральная вода, очень полезная для кожи. Здесь, кстати, немножечко посвежее. Тут можно просто отдохнуть, почилить и попарить ножки после длинного похода. Японский традиционный онсен – это горячий источник луканического происхождения. В тех местах, где горячая вода выходит на поверхность, японцы устраивают своего рода бани. Эти бани делятся по гендерному признаку на мужский и женский и служат отличным местом для обмена новостями, сплетен, заведения дружеских или даже деловых знакомств. Да и просто для того, чтобы согреться холодной промозглой японской зимой или дождливым и влажным японским летом. Что-то я ни разу не показывала вам, как я обычно обедаю. А обедаю я примерно вот так. На парковке рядом с супермаркетом. Между автобусами. Ходишь с маршрута, и любая еда кажется невероятно вкусной. Хотя киви, сейчас самый сезон киви в Японии, не очень дешевый и просто, просто невероятно вкусный. Кроме лесов и диких зверей, Якушима известна также своими водопадами. Один из самых необычных – водопад Синфира. Он выглядит так, как будто какой-то великан огромным ломом отсек часть базальтовой скалы. И получилась вот такая идеально геометричная расщелина, по дну которой течет река. Прямо передо мной единственный водопад в Японии, который впадает прямо в море. Сейчас я вам покажу этот вид. И обратите внимание, под ним ни лагуна, ни озеро. Это просто морское побережье. Какая же там бирюзовая прозрачная водичка. Так и хочется в ней покупаться. Блин, ну спуска к пляжу нет. Можно любоваться только сверху. Потом на рейсовый автобус, который ходит редко, но по расписанию. И к следующему пункту назначения. Водопад Тароки всего 6 метров высоты. Но окружающий пейзаж создает чудесную картину. С алым железным мостом и изумрудными склонами гор. Откуда истекает река, питающая Тароки. Вообще фишка Якушины – это потрясающая нетронутая природа. Может быть, это не самое красивое место на земле. Может быть, тут не самые впечатляющие пейзажи. Но впечатляет именно то, как японцы сохранили эту природу. Какая она здесь нетронутая. Вот буквально 5 минут назад на этом самом месте сидели японские макаки. Севенькие пушистые обезьянки. И ведь это просто дорога в горах и река. Это не зоопарк. Это даже не лес где-нибудь в горах. И вот это отношение к природе, вот это сохранение природы. Вот это здорово. Это впечатляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова